Ну и печальное известие. Сегодня на 54-м году жизни скончался наш друг, коллега, талантливый журналист и писатель Газимагомед Голбацев. Ни одна его передача не оставалась без внимания зрителей. Его биография – это яркий, но, увы, короткий творческий путь человека, любящего свою профессию. Он родился в селении Батлаич Хунзахского района в 1960 году. Окончил школу в Буйнакске после службы в Германии. Поступил на художественно-графический факультет Дагестанского педагогического института. После окончания работал в гостеле радиокомпании редактором радиопередач. В течение 18 лет с перерывами вел передачу в ритме времени. На своем родном аварском языке. Сдал книги «Камни» и пошел в снег. Переводил на аварский язык произведения русских писателей. Газимагомед Голбацев был заслуженным работником культуры Дагестана. На телекомпании «РГВК Дагестан» он был директором отдела национального вещания. Газимагомед Голбацев был, если честно так сказать, неповторимым и человеком, и писателем. Он провел свою жизнь непохожую в литературе, свою жизнь прожил непохожую на других. У него была своя тропа, своя судьба, свое видение мира, свое видение Дагестана. Человек близкий народу, Дагестану. Он долгие годы вел аварскую передачу на телевидении, был замечательным журналистом, писал блестящие статьи. Но самое главное, он был очень талантливым писателем. Художественные произведения его, его пьесы, которые шли на сцену аварского театра, оказывали огромное влияние на умы читателей, людей. Он писал не как все, не как обычно, он заставлял всех людей мыслить. Его произведения получили действительно всенародную оценку. Голбацев был искренним человеком, который уважительно относился к старшим, который любил быть душа в душу с молодежью. И поэтому, конечно же, здесь правильно некоторые подчеркнули, что действительно о нем со смертью его жизнь, внимание к его жизни не закончится, а наоборот увеличится интерес к его произведениям, к его жизни. Мы выражаем слова соболезнования друзьям и близким Газимагомеда Голбацева. Спасибо вам.